Как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка говорят уста. П. Грозное обличение. И соединенные уста с сердцем, а с избытка сердца говорят уста. И англопоуз говорит, сердце человеческое глубокое яма, а язык как лопата, которую выбрасывать оттуда, что не помещается. А ты сбытка. То есть выше нижние губы, а самое уже людям выбрасываете. Вот такое выражение. Что можно было сказать на такое обличение? Обличайте тот раз сам Господь Бог. Вот в первую очередь попал я в это число и хитр или нет. Чтобы ожило Слово Божие, надо реально представлять эту картину. Он слушает Иоанна Христителя. Пришли люди слушать Христа, а они оба одинаково отвечают. Называют змеями людей. Грубие. Это первое, что говорят люди. К тебе пришли, а ты начинаешь оскорблять. Да я больше не приду к тебе никогда. Другой вариант. Да так. Как я сейчас тебе этого не заметил? Давно как змея жаль у всех. Второй вариант. А третье, начать глубокое исследование. Ведь это у нас матери еще такое. Если так отца мой отец любил, что-то выслушать, дальше посудить, посмеяться. И в самом деле, и отец жалил, и я жалю людей. Понимаешь, как можно дальше рассуждать? А они что? А они говорят, хотелось бы нам увидеть от тебя какое-нибудь знамение. Я несколько раз пересчитал, или они совершенно ненормальные были, или не понимали. Ты подтверди чем-то, что ты имеешь право так нас называть. А кто тебе дал какую власть? Эти слова сказали, когда Господь из храма вымыл карагашей. И они сначала молчали, а на следующий день приступили. А кто тебе вручил правду порядок на воздушном? Один только вопрос. Он за правду борется, да. Но мы нанесли сюда, что не надо. А дальше вопросов никакого не надо задавать. Нет, а кто тебе разрешил? Ты не священник. Чего ты командоваешь? Это ко Христу, к Богу. Он говорит, до вновь, вы в него залезли. Да я вас не звал таких лошадей. Свиньи залезли, еще командуют. Ты не строил этот храм. Почему ты порядки наводишь здесь? А какой ты власть это держишь? Власть, данная не от Бога. Я запрещаю тебе. Понимаете, две тысячи лет назад это все уже было. И вот мы читаем. Как Господь видит нас. Какие мы? Одетые, пофорные, красивые, сытые, здоровые, добрые, культурные, нежные. Все эти эпитеты человек знает. А Господь говорит, Левитам 19, 29. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Если тебя дочь усил на день надзор, не попускай ей одной нигде не быть, даже самой маленькой. Держи около тебя. Мусульманские народы именно так. Я разговаривал с нашими, которые жили в опрузе. Я говорю, увидели, чтобы одна казашка шла вечером вечером, а в день не ходят по одной, а не сабунула. Меньше шести, говорит, я никогда не видел. И вот горбочек раз добежали, нигде их уже нет. А чтобы ночью она голосовала на машине подвезить, а на завтра газеты сейчас их на кладбище труп нашли. То есть чувство самостохранения нету, на отце исчезает. Над дочери усиль надзор. Потеряй сон, так советуют святые мужи веры. Чтобы земля не наполнилась развратом. Выдали замуж. Она оказалась порчной. Приведите к дому отца и подверьте ее на смерть. Все. А на следующий день не должна жить возле дома отца. А если это была дочь священника, сжечь жильем огнем. Зато он, говорит, насколько строже наказание, насколько выше его должность была. Да и сегодня-то нельзя включать эти правила. Только хоронить некому будет. А эти правила-то никто никуда не удалял. Они остались, так они более усиленные. Земля, чтобы не наполнилась развратом. А весь этот мир хороший называется прелюбодейный и грешный. Это определение дает ему Господь. Вот Бытие 6 глава 11 стих. Живут люди и вдруг видят, начинается стройка. И строят дом, не дом, не поймешь что. Какое-то большое корыто. Да корыто-то за 150 метров заводит. Корчев называется. Из дерева гофер. Смолит, нанимает людей. Долгостроит. Сто лет строится. Сто лет. И Господь говорит. Земля расплылась перед лицом Божиим. И наполнилась земля зудеяниями. Как земля расплылась? Да земля бывает грейна, чернозем. И Амбаталоз говорит, землей назван человек. Земля, ком грязи. И он размок, его нет. Сразу. А я не это ли самое грязь? Ведь чистоты дают. Да я такой, будь милостив ко мне грешен, уборство. Я это грязь. Хотя человек-то из деревни сделан. Это первый вопрос. Того Бог как назвал? Преслонись туда. А если не такой? А попал бы я в корчев или нет? Мой верой осудил мир. Я бы попал. У меня вера нет. Я верю, что Бог спасает. Я бы точно в этот корчев все равно попал. Подумаю, у тебя есть эта вера или нет? Мне Бог дал эту глубокую веру. И спасал тогда Господь что? Чтобы не утонули. И Ной осудил весь мир. Вы могли все попасть. Михей 1.8 Буду быть как шакалы. Наполняя воздух. Так выходит, и я шакал? Да, Господи. Прости меня, Господи. А чем отличается шакал? Всякую пазль собираются. Да видите, я точно так же. Где только не был. Где не выпивал. С кем я не сообщался. Вот что ты не услышал? Применяй к себе. А сейчас кого-то сказал, ну что шакал? Пришел в храм? То есть обиды-то и конца не будет. Шакалом назвали. А он сам сидит про нас и говорит, буду быть от горя, как шакалы. Он взял только голос их. Тревозой наполняется весь воздух. Люди не знают Бога. Я много читаю литературы разные. И социологические исследования очень глубокие. Все пишут одинаково. У русской нации нет будущего. Тревожные-тревожные сводки. Притом люди это не видят. Самое страшное не видят. На религиозном уровне говорят, что вера православная исчезает. Стареет общество. И все эти деньги, которые за рождение детей, они ничего не дают. Люди, которые вырастают, они никуда не годны. Они слабые, больные. Их в армию взять не могут. Дети рождаются на 80% инвалидов уже сегодня. Желтые, синие, какие-то, которые говорят, нет. Здоровых у детей нет. Шкалу взяли понизили. За что ставили раньше, допустим, четверку, сегодня пятерку ставят. Серафов 13, 22. Какой мир у гиена с собакой? И какой мир у богатого с бедной? Гиена и собака. Собака в хорошем виде выглядит. Она охраняет. А гиена ворует. Вот гиена здесь завелась бы. Ни одной утки, ни одной курицы бы не было. Она все потаскала бы. Если мы чего-то больше, чего мы недостойны, хватаем глазами, желаем. То есть те же самые гиены. Это Господь говорит нам. Давайте на себя построжим. Посмотрим. Я просто проведу местами писания. Исайя 56, 11. Это псы, жадные душою. Паспири, бессмысленные. Каждый смотрит на свою выгоду, на свою дорогу. Псы, жадные душою. Отношусь я к этому или нет? Вот пророк Исайя, сейчас так нас назвал, сегодня мы говорим пророк. Это его слова, глава, стих. Как они могли его слышать? Да его же эти убили. И Господь посылал пророков. Одному, говорит, голову разбили, другого убили. Ни один нормально-то не кончил жизнь. Апостолы пришли. И апостолы все, не считая Иоанна Богослова, своей смертью не умерли. В Откровении 22, 15. И когда Царство Небесное наступит, написано, какая стена будет, то вне псы и чаровеи псы. В недобром смысле. Это означает нечистота жизни. Когда на Галиафа вышел Давид, он говорит, ты что на меня в палку идешь? Разве я собаку? Он говорит, ты хуже собаке. А почему? Ты народ Божий поносишь. Где верующий, ты должен с благодовением смотреть на них. С благодовением. А у нас так, раздвижается из деревни, и всякую молву распускает. Ничего не подтверждается. Я дала слово. Лгут, обманывают. Псы, жадные душою. Жил со своей выгодой. Ты приучи ребенка быть мужественным, милостердным, жертвенным. А лучше всего учить, конечно, это примером. Чтобы ничего не выбрасывали. Учите же детей экономно. Постоянно напоминайте о бедствующих других странах. Кто не знает, напоминает. Каждый день 70 тысяч в мире умирают от голода. Иди перед они. Тысяч? Это ужас какой. А у нас все валяется, бросается. Надкусил, не нравится, выбросил. Филиппийский, 3 глава, 2 стих. Апостол Павел в Новом Завете говорит, берегитесь псов. Берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Берегитесь всяких сектантов, еретиков. Оцените православную веру. Любите ее. Не позволяйте ее хулить. Если нарушают в крещениях, это один друг. Никогда не хвали еретическую веру. Ты можешь сказать, вот у них проповедия, вот это к ним не относится. Это наше. Это они взяли. Наша. Не будь кривоверным, как Пеодосий Печерский говорил. Иеремия, 7.11. Не соделались мы в глазах ваших вертепам разбойникам дом мой. Как Матфея, 21.43. Это в Ветхом Завете было. 700 лет прошло и как будто один день. Пророк сказал, а Христос эти слова подтвердил. Но вы же знали, что дом легко превращается в вертеп разбойников. На вертеп разбойников среди любой храм. Кто бы ни умер, тащит всех. Платят деньги. Даже за удавленный человек жизнь покончила самоубийством. Бросилась под пояс. Все равно отпевают. Почему? Архиерея разрешил. Ясно, что не бесплатно. В вертеп разбойников. 700 лет как на одном месте простояли, Христос пришел и говорит, дом мой. Зачем же вы здесь свои порядки установите? В моем доме должно быть чисто, свято. Вы народ Божий. Матфея 23.32. Змей по рождению Ехидина. Отношусь я к этому или нет? Узнай качество змеи. Здесь в отрицательном смысле. А я слушатель. И что я буду говорить? Ты правильно меня обречил, Господи? Или слава Богу, я все-таки переродился в голубе? Сколько здесь размышлений. А не так, что это сказали им. Это нам сказали. Писание живо и действенно. Оно касается на сегодняшний день каждого из нас. Матфея. Даша Иеремия 5.8. Хорошие студенты. Учатся. Я в университете только об этом веду занятия в 16 лет. И скажу, что нравственность никакая. И вдруг, считая выступление профессора Алтайского государственного университета, он говорит, что вся наша грамота ничего не дает, если мы не позаботимся о нравственности. Я постарался найти его, селегаться с ним. Что он имел в виду, обойди или нет, не обойди? Обойди-то не говорят. А зачем быть нравственным? Это невыгодно быть нравственным. Выгодно, если ты верующий. Ради Бога, да? И пророк говорит так. Это откормленные кони. Каждая из них ржет на жену другого. Вот и все. Каждая жену, как живут артисты, как они блудничают. И все это описывается. Стыдятся ли делать грех, не стыдятся? Да кто они такие? А это образец дают, как правильно жить. Называют их фамилии, имена, награды. А это развратители умов молодежи. Иезекииля 29.3. Вот фараон царь египетский, большой крокодил. Ну кого-то назвали сегодня крокодилом. Ведь обидно будет. Только голубкой можно назвать. Крокодил, самый настоящий. Не подойди, сбылокнет. Большой крокодил. А кто президент? Да крокодил. А в какой стране? В любой. А кто такие олигархи? Крокодилы. Я вам рассказывал, что прибыль за один год, сколько, нынче пишут, у одного 250 тонн золота. Национальный бюджет. Сколько же этих крокодилов везде? А нам что делать тогда? А ничего не делать, молиться. Мы просто это знаем. И говорим, и это все пройдет как молва достротечная, как память об однодневном госте. Иаков 3.8. А язык укротить никто из людей не может. Он исполнен смертоносного яда. Вот рисует картина. Ходоки у Ленина. Если бы они знали, что они все будут раскулачены, они все погибнут, как в коем месте он подошел к людям. И еще какой-то родится подобный. А сказали бы, как же я посягну на чужое? Да как я могу одобрять убедение царя? Вопросы бы хоть задали. Нет, по пальцам что-то перечисляет. Художник нарисовал, вывешивает картину. Ну скажите, где, я спрашивал. В Смольном был. Спрашивал. Скажите, где эти крестьяне? Она ничего не понимает, о чем спрашивает. Я говорю, они же все погибли. Он всех обманул. Дал землю, а потом распулачил. Вот и все. Они все погибли. Потому что язык смертоносный яд. Он ядом оправдан. Бытие 49.17. Умирающий Яков благословляет сыновей своих и дам. Всех детям, говорит, то, кем будет, какая судьба у него дальше, жизнь продолжится в потомках. А, говорит, дам будет змея на дороге. А, спидам на пути. Что он думал? Он не хуже других, я так себе думаю. Нигде не видно, что дам был плохой сын его, не покорил их. Что он не главный был в предательстве Иосифа. А в чем дело? В будущем от этого колена произойдет антихрист. И он будет змеем, уязвляющим в пяту коня, так что всадника противница. Вот о чем речь-то идет. Змей, самый главный, это антихрист. Старозаконие, 30 глава, 14 стих. Весьма близко тебе слово спасения. Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. От избытка сердца говорят уста. Я решил посмотреть, чем нам должны быть наполнены уста. И какую роль язык должен сыграть. Не просто я услышал, я теперь молчальник, затворник, нет. Научу беззаконных путям твоим. А результат какой? И нечестивые к тебе обратятся. Про это все знают, читают, и при том считают очень часто. Перед любым богослужением. Кого ты научил беззаконных? Где научил? Ио 33, 3. Слова мои от искренности сердца. Вот что нужно. Если уж открыл он сад от искренности. Я ведь сказал тебе и обличил словом для того, чтобы ты изменился. Для того, чтобы ты приблизился к Богу. Ничего нет страшнее в жизни, как потерять веру в Бога, выпасть из церкви. Позаботьтесь об этом. Потому самое высшее наказание у церкви это отлучение от церкви. Когда человек оказывается за дверями, это все равно, что за корабль быть выброшенным. Псалом 5, 10. Ибо нет в устах их истины. В сердце их пагуба. Мы читаем салтырь. В устах нет истины. Тогда в сердце пагуба. Как надо бояться, чтобы нигде не солгать. Все берите на учет у ребенка. Самое маленькое он где-то солжет. Сразу запиши, иди проверь. Вот сегодня я вижу, выгоняют статину. Выгоняют. И не могу никак рассмотреть. Выгнали решек или нет. Залез на крышу. Бинокль беру. Не могу рассмотреть. Все оставил, пошел смотреть. Думаю, рядом. Всего рукой только протянуть и открыть. А кто назначен, может быть, он не пришел. Нет, все открыто. Мне зачем это нужно? А вы каждый день спрашиваете, кто на этого полномочия. Смотри, что по-другому не было. Внимательно смотрите, пересчитывайте. Любое дело, кого, сколько. Дайте ему задание. Да мало того, дай ему ручку с собой, чтобы он написал, сколько, какие. Устройте ему задание по-кому. Он ничего же не ответит. Псалом 16.3. Ты испытал сердце мое. От мыслей моих не отступает уста мои. Что, думаю? Так я и говорю. Я ничего не могу сказать того, во что не верю. А ты мог бы в это сейчас сказать? Не мог. Я этого не испытал. Я не знаю этого. Псалом 61.5. Устами благословляет, а в сердце клянусь. Я беру место, говорят, от избытка сердца говорят уста. Какая связь между языком и сердцем? Очень часто люди коважут. Один негодный человек, будущий министром иностранных дел, сказал так. Язык дан для того, чтобы скрыть мысли. Потому что могут догадаться, что я думаю. А я говорю, и будут думать, что я так и думаю. Язык дан для того, чтобы выразить мысли, а не скрыть. Притча 16.23. Сердце мудрого делает язык его мудрым. И умножает знания в устах его. Следующую субботу уже будет открытие нового учебного года. Приготовляйте детей постом и молитвой. Я говорю, что такой школы, как ваша, может быть и нигде и нету. Школа маленькая. Столько внимания ученикам. Учителя все верующие. С молитвы начинают. Ваши дети должны резко отличаться от других детей. Они легко сходятся с теми, которые приходят. С разъезда иногда даже лучше ваших ведут. Позаботьтесь об этом. Приготовьте их. Чтобы учителя шли не на муху сюда, а на радость. Притча 22.11. Кто любит чистоту сердца, у того в приятность на устах. Очистите сердце мое. И тогда и слова такие будут. Добрые. Чтобы не было так, как наши дети, ваши дети, вернее сказать, оказались на разъезде и уже оттуда передают. А они там стернословили. Вот мы что даже слышали. Вы расскажите им, что ребенок погибнет за злые слова. Ему никогда не спастись, если он будет произносить плохие слова. Рассказывать слышанное плохое, гнусное, недоброе. Постоянно говорить ему об аде, о мухах вечных. Чтобы у него перед ним был огонь. Притча 22.18. Чтобы хранить в сердце и на устах истину. Притча 26.24. Устами притворяется враг твой. В сердце своем он замышляет коварство. Это мимо нас. У нас что-то такое не именовалось. Исайя 29.13. Устами чтят, а сердце и далеко. Но и благоговение их предо мной есть изучение заповедей человеческих. Но уж тут ясно про православность. Благоговение перед Богом, благоговение перед Библией, перед Словом Божиим. Все сравнят. Перед заповедями человеческими. Разные сказки, помощи, едут. Одни выдумки. Среди православных найти, чтобы благоговел перед Словом Божиим, очень сложно. И главное, конечно, вина это пастыри, что не приучили к Слову Божию. Я постоянно говорю об этом, что священники должны на искусе спрашивать, есть ли Евангелие, считаете. И постоянно держать на контроле, как Слово Божие распространяется, как люди верят в Слово Божие. И далее спрашивают, идут ли они на благовестие, рассказывают ли. Мы по городу обходим десятки тысяч квартир. Тысяч. И многофратно слышали, нам православные говорят, где же вы были? Почему вас долго не было? Еретики идут и идут и идут по квартирам. Нас ждут. Иеремия 12, 2. В устах их ты близко, Господи, но далек от сердца их. Только бы не о нас было. Мы славим Бога, у нас правильная молитва. Пресвятая Троица помилует нас. А если это не от сердца, лишь бы только слова отмолотить и пойти, а мы все недели живем, как попало. Что же мы ответим? В устах наших близких, ближе к православным, к ним, оказывается, нет Бога. Все моления правильные, святые составили, а Святой Троица. Так ее Святую Троицу надо постоянно представлять перед собой. Иеремия. Римлянам 10, 8. Слово в устах их. Это слово вера, которое мы проповедуем. Значит, в устах вложи то, что ты сейчас слышишь. Хоть что-то перескажи тем, которые сегодня не могли прийти в храм. Может быть на поле заняты. Мы понимаем, добрая погода, успевает все на кокон, с угоркой. Ты им расскажи, поделись. Сегодня же. И 10 стих. Сердцем верует в праведности, а устами исповедуется в потерь. И вот какая связь. Сердцем. Да я верую и не говорю, такого быть не может. Сердце твое не может удержать, чтобы не сказать о Боге. Ищите всякую возможность. Меня очень часто приглашают на конференции, какие-то конгрессы, право администрации. Я один вопрос задаю только. Слово будет предоставлено? Обязательно вам дадим слово. Каждый раз обманы дадут, но всем по 15 минут, мне минуты 3. Больше не дают. И моя задача в 3 минуты успеть им вложить все, что они за 15 минут не сказали. Потому что постоянно нужна поддержка. А как начинают после этого отчет печатать в газете, и сколько выступают, никого не поминают, а мои 3 минуты постоянно их трясут. Почему? Из слова Божия. Я выхожу только одно, Господи, как бы не погрешить. Выхожу, Библию показал, и вот здесь написано, что вы все вы сидите здесь с лицемерами. Все. До одного. Почему? Потому что слово Божие не даете людям. Алтайский государственный университет пригласил. Все. И ФСБ, это КГБ бывшее, присутствует, начальство от МВД, и юристы, и говорит, преподаватель. У меня, говорит, на выпускные уже идут семестры, выпускаю юристов. И я спрашиваю, если вам выгода будет, а ты судья, а ты прокурор, ты пойдешь на то, чтобы взять, повезать? 80, кажется, 9% ответили, да, готово, хоть сегодня. Он еще не судья, он только уходит, он уже готовый. Мне слово дают, а он только скажите, как их получше, кто вызвал, открою администрацию, вы еще мне сейчас всех их разгоните отсюда. Я говорю, зачем вы все нужны? Вы найдите верующих, поставьте мусульманина, бутинста, баптиста, католика, лишь бы он ожидал суда Божия. Вот тогда можно судьей ставить, в прокуратуре работать. Самый главный страх Божий, чтобы был о том, это не важно, чтобы справедливость была, а дальше все наладится. Я не говорю, дайте все христианам. Пусть это будет Магометанин, крепко боящийся Аллаха и Магомета. У них очень крепкая вера, и на несправедливость, как Китай, там, взятащики, их на стадионе расстреливают. Пусть будет китайский какой-нибудь там, конфуцианец. Второе, Коринфянам, 6.11. Уста наши отверстия к вам, сердце наше расширено. Я могу сказать всем, которые обижены на меня. Сердце наше расширено. И уста мои отверстия для вас, чтобы вы полюбили Слово Божие. Полюбили Церковь Православную, Святую и Чистую. И чтобы детей сюда приучили ходить. А если, говорите, ребенок не хочет сойти в храм, да это твои плоды растут, мать или отец. Как же ты не приучил к храму-то? Да он не хочет, да ребенок вообще ничего не хочет делать. Он в школу не хочет сойти, он вставать утром не будет, он бегал, прыгал, выиграл. Как же мусульман-то все они идут. А есть такие, которые не ходят ни одного, нет во всей стране, а как не пойдет. Отец идет, у него кинжал на боку, он знает. И во всех странах мира так. И пионеры выполняют свое. Как же твой ребенок, ты родила под сердцем насилом и не заложила веры. Это тебе минус. Измени остановку. Сегодня же к родным, близким пойдите, кто не был, скажите, по какой причине не был. Не просто разойдитесь. Я куда-куда захожу, но вижу, лучше бы мне не заходить. Сирахов 39.6 Сердце направит к тому, чтобы обращаться к Господу. И в молитии он откроет уста свои перед Господом. Я иду к Богу, и перед Богом открываю уста сердца и уста, как связано. Сколько мест Писания говорит об этом. И Сирахов 39.42 Всем сердцем и устами благословляйте имя Господне. Вот об этом надо говорить Господи. Когда я молюсь, не просто дай, а я благодарю и славословлю тебя. Как хорошо быть с тобой, я тебе дал мне веру. Да будет благословена мать моя, даровавшая мне страх Божий. Благословен Отец, который не терпел ни верия в семье, хотя сам был никакой. Благословенны деды мои, которые крепко верили в Бога, хотя они и не имели священства, но заложили главное страх Божий. Скажет ли о вас старшее поколение, ваши внуки, заложили ли мне страх Божий? То, что вы говорите устами, пусть исходит из сердца, ребенок это поймет. Благословен наш Господь, даровавший нам великое Слово Свое Святой Библии. Аминь. Продолжение следует...